Привет, любители халявы и компьютерных игр! В эфире передача Почти Даром, и мы уже готовы поделиться с вами свежими подарками от Sony. В этот раз компания решила потянуть интригу, и список игр появился на пару дней позднее обещанного. Но это не мешает нам запастись терпением и всё-таки рассказать вам о новинках этого месяца. Тем более, что владельцев игровых консолей в марте ждут отличные игры в рамках подписки. Так что давайте не будем тянуть плойку за геймпад, и наконец начнём. Приятного просмотра! Для начала давайте разберёмся с прошлым поколением консолей. И вот наш первый гость, Шерлок Холмс, Crimes and Punishment. В роли знаменитого лондонского сыщика и его не менее харизматичного друга, вам предстоит раскрыть шесть хитролумных преступлений, за которые кто-то должен понести заслуженное наказание. Только вот кто? Определить это помогут различные инструменты сыщика. Придётся тщательно досматривать места преступлений, проводить допросы, опыты с химическими материалами и постоянно переключать режим камеры. У игрока также есть возможность использовать умения, названные воображением и талантом Холмса. Первое умение иллюстрирует события, которые могли произойти с тем или иным предметом. А второе позволяет игроку проще найти предметы, которые продвинут расследование. В целом, что-то подобное мы уже видели в том же самом Бэтмене или, например, в Элэйнуа. А ещё в первой серии здесь реализованы экшн-сцены. Так что действовать придётся не только умом, но и силой, вдавливая клавиши геймпада по самое не балую. Также, каждое дело нелинейно, и Шерлок может обвинять или оправдывать разных людей. В общем, есть где развернуться. Фанатам жанра игра определённо придётся по вкусу. Ведь к седьмой части разработчики из Frog Wires учли предыдущий опыт и выкатили действительно стоящий продукт. Короче, поскорее освобождайте пару-тройку вечеров, ибо приключений и загадки ждут вас. А вот ещё один класс, правда, в совершенно другом сеттинге. Папа энд Йо. Главный герой Квика – это молодой бразильский мальчик, которого постоянно унижает его отец-алкоголик. И однажды, скрываясь от него в туалете во время одного из приступов пьяного гнева, Квика обнаруживает странную отметину на стене. Касается её и оказывается в сказочном мире. Там он встретит девушку по имени Алехандро и могучего монстра. А его кукла Лула оживёт и станет гидом в этом приключении. У самого же Квика есть способность менять окружающую среду по своему желанию. Например, если потянуть запылающую нить, то можно вытащить лестницу со стороны здания. У Лачук могут вырасти ноги, и они убегут в другое место, чтобы превратиться в удобный мозг. И если это не поможет, то на помощь всегда придут умения спутников. Тот же монстр, например, достаточно силён, чтобы выдержать большой груз, и на его пузе можно прыгать, как на батуте. И хотя это всего лишь дебютная игра компании Минарити Медиа, вышла она не совсем комом. Папа энд Йо не требует от пользователя многого. И вообще, это в меньшей степени игра, и в большей степени интерактивная история. И пусть деймплей не лишён огрехов, а визуальный ряд не всегда радует глаз, разработчик не скрывает, что главное для него это показать силу воображения и передать личный опыт. А это уже должно подтолкнуть нас посмотреть на свой собственный мир немного по-другому. В общем, такие дела. Ладно, кто там у нас в следующей списке? Ммм, ещё один долгожданный релиз. Правда, тех, кто его ждал, можно по пальцам пересчитать. Вот вы, вот скажите честно, вы помните старенькую игрушку Oddworld Edis Odyssey? Нет? Неудивительно. Ведь двухмерный платформер вышел ещё в 97-м году, и будем честными, в наших широтах он не сыскал особой популярности. Зато на западе фанатов у мудакона Эйба и его с товарищей хоть отбавляй, это и сыграло решающую роль в истории игры. В прошлом году её достали с полки, стряхнули пыль, аккуратно примарафетили и снова выпустили в свет. На этот раз под названием Oddworld New Testing. И действительно, релиз смотрится очень вкусно. Сочная графика, новые диалоги и локации, головоломки и пазлы, в общем, о дополнительном контенте не забыли. Как и не забыли об оригинале, бережно сохранив историю и антураж. Эйбу снова предстоит отправиться в опасный путь ради спасения своих собратьев. И в этом ему помогут магические умения и навыки. А игрокам тем временем предстоит управлять чудаковатым веществом, открывая всё новые подробности сюжета. А на нём мы, пожалуй, останавливаться не станем, ведь если игра вас заинтересовала, то пройти её лучше самому. Тем более, что у владельцев PlayStation 3 и PlayStation 4, наконец, есть такая возможность. Да и почти даром. Работа контрразведчика опасна и трудна. И должна быть не видна как и на первый, так и на второй взгляд. Особенно в условиях холодной войны. Вот и приходится нам в роли агента вымышленной организации Counter заняться решением дел государственной безопасности, при этом не привлекая лишнего внимания. А значит, нам, как обычно, придётся прятаться за укрытиями и уворачиваться от пристного взгляда охраны и камер, продвигаясь по уровню. И если с геймплеем ещё всё более-менее ясно, то вот сюжетно игра готова предложить нам кое-что новенькое. Посудите сами. В кои-то веки мы не боремся со злобной русской комраден, а нам отводят роль третьей стороны. Так что насолить придётся всем. И советам, и звёзднополосатым. Ведь перед каждым заданием мы можем решать, на какую базу мы хотим проникнуть. И какие секреты выведать. В итоге собранные данные и полученные чертежи помогают продвигаться по сюжетной линии. А оружие и припасы, заработанные в процессе прохождения, пригодятся для следующих заданий. В копилку же игры можно отнести весьма стильную графику, случайно генерируемые уровни и очень смешные карикатурные надписи на элементах окружения. В целом у Counter-Spice заметен свой неповторимый стиль. И за это инди-разработчиков хочется только похвалить. Ребята справились с задачей, и в итоге мы имеем весьма неплохой таймкиллер на пару вечеров, который доступен владельцам всех основных платформ от Sony. PlayStation 4, PlayStation 3 и PlayStation Vita. Казалось бы, чем можно удивить геймера, повидавшего на своем веку немало аркадных симуляторов всех мастей и разного пошива? Но разработчики не останавливаются и исправно продолжают выпускать различные вариации на тему вело-мото-покатушек в классическом 2D или 2,5D. Вроде ведь ничего сложного, есть вправо или лево, вовремя нажимай клавиши и будет тебе счастье. Но ведь так затягивает. Впрочем, не все игры этого жанра действительно заслуживают внимания. Ведь большинство похожи друг на друга, как две капли воды, и не предлагают вообще ничего нового. Благо сиквел Oli Oli 2 вряд ли можно отнести к числу заурядной. Здесь тебе и множество вариантов и стиле прохождения, и весьма неплохой набор ачивок и достижений, за которые хочется побороться. Да и нареканий по поводу графики или физики особо не найдется. Смотрятся заезды на миниатюрном скейтборде весьма неплохо, а бодрая музыка на фоне не дает заскучать. Конечно, открытием и тем более откровением это вообще вряд ли станет, но ведь игра на это вообще не претендовала. Так что если вы просто хотите немножко расслабиться после напряженного трудового дня, и вам по душе подобный формат развлечений, то почему бы нет? С этой задачей она вполне справится, так что владельцу PlayStation 4 и PlayStation Vita, имейте в виду, в мартовском наборе PlayStation Plus нашлось место такому проекту. А пока мы переходим к десятую, последней игре на сегодня. Valian Hearts The Great War. Эх, сколько уже было сказано об этом произведении, и сколько наград оно получило, вообще счету не поддается. Действительно, игра стала настоящим открытием. Ее сравнивали с наилучшими представителями жанра. Она становилась центром дискуссии, значения индустрии и понимания игр как искусство. В общем, успела она делать шума. И вот теперь она доступна владельцам PlayStation 4 по подписке, что является отличным поводом вспомнить о ней вновь. Как надо рассказывать о войне? Можно с таким привычным трагическим надрывом, ведь каждая жертва достойна скорби. А можно увидеть в войне опасное, но захватывающее приключение. Ведь именно здесь человек показывает, на что способен в экстремальной ситуации. А можно попытаться совместить и то, и другое. Игра состоит из четырех актов и длится 8 часов. Этого времени хватит, чтобы напомнить игроку обо всех битвах Первой мировой. О той атмосфере жестокости и хаосов, в которой дебютировали первые пулеметы, химическое оружие, ползающая летающая техника, а также затяжные противостояния и окопные болезни. С четырьмя главными героями мы проходим через всю войну на Западном фронте. С первого ее дня и до последнего. Наблюдая за тем, как эти четыре судьбы переплетаются, и игрок может сам становиться участником трагических событий. Авторы приложили немало усилий для создания подобного ощущения, и нужно признать, у них вышло это на все 100%. Из каждого значимого события времен Первой мировой вырван самый яркий кусок, а из карт военных действий взяты самые запоминающиеся места. И на фоне всего этого театра боевых сражений, на передний план выходят простые человеческие отношения и эмоции, силу которых так сложно порой передать. Это делает игру запоминающейся, лиричной и откровенно жестокой. В общем, такой, какой ты совсем не ожидаешь от столпов игровой индустрии. Ведь иногда Ubisoft все-таки отвлекается от своих ААА-сериалов, и все чаще результаты таких экспериментов превосходят все ожидания. Здесь великолепный визуальный ряд, прекрасный саундтрек и трогательная история. В общем, Валиан Хард создана как напоминание о Великой Войне, но и саму игру вы тоже вряд ли когда-нибудь забудете. Ну, вот и все. Надеемся, вам было интересно. Итак, если да, то не забудьте выразить это в комментариях или лайком под видео. А еще лучше будет разослать ссылку на это видео своим друзьям, ведь впереди нас ждет еще немало интересных игр и других развлечений. Так что, если вы еще не подписались на наш канал, марш оформлять подписку и следить за нашими анонсами. Ну вот, так-то лучше. В любом случае, спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.